МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Гость нашей студии, но и гость нашей республики. Январский Николай Владимирович, профессор Международной Славянской Академии, руководитель общественного движения «За трезвую Удмуртию». Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира прежний 516767. Звоните, пишите нам на СКЮ, задавайте свои вопросы. И сегодня нас интересует ваше мнение. Именно на ваш взгляд, какие меры и методы помогут повлиять на нашу молодежь, чтобы они сказали твердое «да» здоровому образу жизни. Жизни без наркотиков, табака и алкоголя. Ждем очень ваше мнение и ваши вопросы. А мы пока начнем. Очень интересно про акцию. Насколько я знаю, она ежегодная. Да, она в году проходит два этапа. Это уже не первый год. И цель этой акции – привлечь наших граждан к активной гражданской позиции. И для того, чтобы… Вы знаете, что наркомания – это всеобщая проблема всего общества. И, соответственно, бороться нужно всем обществом. Для того, чтобы люди проявляли свою гражданскую позицию, если им что-то известно о фактах распространения потребления незаконного наркотика, чтобы они нам сообщали. И уже, соответственно, мы проверяли полученную информацию и принимали соответствующие меры. То есть не надо думать, что если у человека нет этой проблемы в его семье, и, слава Богу, если таких проблем у него нет, не надо думать, что эта проблема может его не коснуться. Дело в том, что наркозависимый человек, он потенциально несет угрозу для окружающих. Поэтому мы знаем, сколько у нас людей в состоянии наркотического опьянения ездят за рулем автотранспортных средств, да, несут угрозу. Сколько человек у нас для того, чтобы добыть дозу, совершают преступление, и любой гражданин может стать объектом насилия и так далее. Поэтому, безусловно, нужно думать о безопасности своей. Если люди не безразличны к этой проблеме, они могут позвонить, если есть такая информация у них, на телефонное доверие. А телефонное доверие давайте назовем сразу. Давайте. Кто там? 22-68-98. Есть еще телефоны доверия в органах внутренних дел, в районах, городах. Вот эти все телефоны, они размещены, в общем-то, на сайте фскн.ркоми.ру, куда может войти любой гражданин и увидеть там все телефоны. Кстати, в этой акции принимают участие активно врачи-наркологи. То есть, ведь не только по данным направлениям граждане могут обращаться, у кого-то возникают вопросы по лечению, по реабилитации, если у кого-то эта беда уже пришла в их семью. Поэтому проконсультируют врач-нарколог. Телефончик 21-12-31. Получит консультацию, куда обратиться и так далее. Ну и вот Теледва разошлет более 60 тысяч смс-сообщений на телефоны граждан, для того, чтобы поучаствовать в этой акции и так далее. Хочу еще, кстати, сказать, что звонки с городских телефонов, благодаря Ростелекому, будут бесплатные. Поэтому граждане могут обращаться из других районов, городов и так далее. Их звонки будут бесплатными. И, безусловно, все сообщения будут проверяться обязательно. Хочу отдельно еще раз отметить нашим телезрителям, что сегодня мы говорим и о наркотической, и об алкогольной, и о табачной зависимости. Вот, может быть, вы какие-то способы знаете, каким образом вы влияете на своих детей, или, возможно, на своих, там, из близкого окружения людей. И прежде чем мы авторитетное, профессиональное мнение специалистов узнаем, как нужно, мы обратились к жителям нашего города, города Соктовкара, с таким вопросом, что нужно делать, чтобы наша молодежь не пристрастилась к таким вредным привычкам. Давайте посмотрим. Что нужно делать, чтобы молодежь наша не употребляла наркотики, не пила и не будет? Спортом заниматься, развивать здоровый образ жизни. В первую очередь между родителями и детьми должно быть общение. С самого начала, с первых, так сказать, шагов. Вот я со своей дочерью много разговариваю. Больше просветительной работы с молодежью. Что значит просветительной работы? Какие-то митинги, не знаю. Реклама, что это вредно, что это плохо, как влияет это на организм. Заниматься спортом, учиться, иметь такие приоритеты, чтобы не заниматься всякой фигней. Это все зависит от воспитания. А как нужно воспитывать, чтобы было все правильно? Как по старину, ремень и все. Поможет, думаете, да? Нормально у меня у самого сына. Не пьет, не курит, спортом занимается. При помощи ремня. Это вот, наверное, самые распространенные мнения, которые имеют вообще в целом жители. Люди, спорт, логично, да? Для ребенка, если будет чем заняться, общение с родителями. Если будет чем заняться, ему не будет времени искать. Творчество. Творчество. А ремень? Насколько думаете? Вы гарантируете, что после ремня этот подросток не уйдет в себя и от обиды не пойдет, и не напьется или не уколется. Так, Александра? Как психолог. Ну, по поводу подростка и по поводу запретов, да? Дети склонны к тому, что, если им запрещают, они делают наоборот. И ремень здесь может сыграть только противоположную роль. Как катализатор какой-то, наверное. Да, как катализатор. А на зло. Особенно, если подросток. А для подростков свойственно поведение исследовательское, поведение, когда нарушают ограничения и запреты подростков для того, чтобы проверить, а насколько это правда, а насколько это вот мне подходит, а насколько я лично с этим соглашусь. То есть они ищут себя, они исследуют себя, окружающий мир, запреты. Николай Владимирович, а Вы как думаете, как насчет ремня? Вы знаете, я практик, и 28 лет занимаюсь проблемой, как помочь людям избавиться от алкогольной, табачной, наркотической зависимости, да? И знаю, что главная причина, и единственная, пожалуй, причина того, что дети начинают пить, это психологическое запрограммирование сознания. И когда мы говорим о том, что, ну вот, спортом детей можно отвлечь, да, и взрослых отвлечь, культурой можно отвлечь, сколько спортсменов прекрасных спилось у нас, сколько у нас артистов спилось, да? То есть дело в чем? В том, что до тех пор, пока мы, взрослые родители, будем показывать пример нехорошим детям, да, а говорить, Вы, дети, не пейте, а я сам-то культурно выпиваю, до тех пор мы не справимся с проблемой. Поэтому у нас в Удмуртии мы работаем совместно. Мы начинаем работать с детских садиков, начинаем со школы работать, с институтов, и все вместе. Любая профилактическая деятельность, в принципе, логично, с очень юного возраста. Конечно, конечно. Вот мы говорим, проблема наркомании, да, это добивающая уже проблема, но ведь наркомания начинается не с яглы, она начинается с первой выклюнной сигареты, поскольку табак, никотин, наркотики, там еще 14 наркотиков, она начинается с пива, поскольку в пиве, кроме этилового спирта, там еще есть наркотики, там кадаверин, то есть трупный яд, и там, кроме того, есть еще фитоэстрогены. Да, в пиве. Сейчас питоэстрогены, и не будут пить и курить. Конечно, фитоэстрогены есть, которые практически наших мужчин делают импотентами, да, а женщин они делают наглыми алкоголичками. Поэтому мы говорим, проблема начинается не с водки, не с самогона, проблема начинается с того, что мы должны полностью избавить людей от этой зависимости, проблема начинается с того, что мы должны вернуть естественное, наилучшее состояние. Вот я приехал из Удмуртии, где хлеб нянь, да? То есть мы коренные народы, но у нас, у северных народов, у нас нет никакой защиты от алкоголя, нет алкоголь-дегидрогеназы, и поэтому нам противопоказано просто пить. И я 28 лет не употребляю алкоголь, и, как видите, жив, и все хорошо, и поэтому у нас 11 тысяч человек вслед за мной также освободились от этой зависимости, и чувствую себя прекрасно. Это депутаты, это руководители предприятий, это люди успешные очень, и поэтому я приехал к вам поделиться, поделиться опытом своим, и согласен с вами сотрудничать, и еще сюда приезжать, в Сыктывкар. Давайте примем звонок, у нас дозвонился телезритель, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Анастасия, мне 23 года, и я бы хотела высказать свое мнение, что раньше, когда я училась в начальной школе еще, с первого класса, где-то около двух раз в год, с нами проводили профилактику. Нам рассказывали о вреде наркотиков, показывали ужасные фотографии курильщиков, наркоманов, и вот лично для меня это в душе, ну, то есть в жизни моей очень сложилось. Вот, как бы, я не употребляю наркотиков, я не знаю, что это вообще такое, никогда в жизни не пробовала, и отстраняюсь от таких людей, которые употребляют наркотики. Вот, и что сейчас в школах, очень мало проводят такую профилактику. У меня сейчас племянница учится в третьем классе, она даже не знает, кто такой наркоман, и она даже не представляет, что это, хотя надо вот именно в таком возрасте детям уже рассказывать об этом, предупреждать их. Спасибо большое вам за звонок, спасибо большое за ваше мнение. На самом деле, вот такая используемая, часто используемая форма работы, я думаю, в принципе, по школам-то и немало ходит. Как раз приоритет отдается информационно-разъяснительной работе, то есть направлена эта работа как раз на то, чтобы молодой человек сделал для себя добровольный, то есть мы всегда подчеркиваем, добровольный выбор в пользу жизни, да, но, к сожалению, в нашей республике не так много специалистов. Безусловно, информации-то много, но кроме полезной информации, есть ведь еще информация, которая пропагандирует тот же алкоголь и наркотики и так далее. Поэтому, безусловно, нужна информация достоверная, всеобъемлющая, полная, для того, чтобы человек смог, молодой человек, проанализировать и сделать этот правильный выбор. А это только специалисты. Прочитаю мнение нашей телезречницы Надежды. На предприятиях не всех выдают премии за год тем, кто следит за своим здоровьем и не болеет в течение года. Вот бы так и тем, кто не употребляет спиртные напитки, как-то поощрять, на самом деле. Интересный метод, многие бы задумались. Получить хорошую премию это был бы хороший стимул. Нам пора прерваться на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь.